Движение по 56 килограмм, сейчас попробую. Моя техника работает. Мои лучшие результаты на сегодня от отведили по 60 килограмм. Привет всем зрителям канала Атлетизм. Меня зовут Савчук Ярослав, а на ютубе, так сказать, в мировых сообществах, более известных как Гонзо, так называется мой канал на этой сети YouTube. И мы с Игорем решили записать такой ролик, пока по формату он выходит заочным, но надеюсь мы когда-то и запишем, так сказать, нашу совместную тренировку. Тоже было бы весьма интересно, я думаю. И Игорь мне предложил осветить такую тему, как жим-гирь. Дело в том, что, ну, мой лучший результат на сегодня это две гири по 60 килограмм, при, собственно, весе порядка 108, по-моему, килограмм, я точно уже не помню. Вот, также я жал две гири по 58 килограмм из строгой стойки, так называемой солдатской. Ну, в общем, результаты не весь какие, но тем не менее, как бы, ну, я считаю, довольно неплохие. Итак, жим-гирь. Я сегодня буду говорить о жиме именно двух гирь, ну, в смысле, в двух руках, в одной гире. Вот, чтобы такой небольшой колонбурчик. Но дело в том, что я лично считаю это более базовым упражнением, поскольку вы таким способом можете поднять больше вес в сумме двух рук. А также это упражнение, скажем, довольно симметрично развивает силу, то есть и стойку. Вам не приходится, поскольку часто, вот, нужно наблюдать, когда люди жмут одну гирю. Вот, когда легкий вес, они, вот, в принципе, ну, жмут вроде ровно, скажем. Когда вес тяжелый, начинается вот уже рисунок подъема меняется, и вы находите для себя более какие-то удобные углы под вашу антропометрию. Вот, как-то так поднимают, через бок, например. То есть, это, во-первых, под левую руку, опять же, люди, ну, мало работают. То есть, они работают, как правило, на сильнейшую руку, и под левую руку они таким способом не поднимают. То есть, вот, как бы, получается такая синхронная работа. То есть, левая рука как-то идет, скажем, ну, не на бок, вот, как правая, а, как правило, можем вперед идти. Или как-то ровно. То есть, наблюдается такая асимметрия, как бы, в результате, во-первых, и в самой технике подъема. И я уже не говорил о том, что такую технику подъема одной рукой нельзя использовать при подъеме двух гиль. Например, вы не можете вот как-то две гиль вот так вот поднимать, да? То есть, вам придется все равно их более-менее ровно поднимать. Вот. А у вас такой техники нет. Поэтому, в принципе, для гармоничного, сомитричного развития, плюс для развития именно общей силы, я все-таки рекомендую делать жив двух гиль. Так, ну что ж, давайте сделаем так. Я сначала пожму, вон, с ракеты стоят. Я пожму, вы посмотрите мою технику, а я потом объясню нюанс. Так, одеваем пояс. Ну, я даже скажу так, что я должен пояс одевать не столько для спины, сколько для того, чтобы создать более устойчивую конструкцию, чтобы руки стояли на животе, чтобы живот не проваливался. Ну, собственно, сейчас вы увидите. Продолжение следует... Так, гири по 40, по-моему, на 5 раз. Теперь смотрите. В общем, три нюанса, которые видно по моей технике подъема. Это, во-первых, что... Давайте покажу, что гири лежат довольно низко. То есть, фактически, ну, как бы, даже не на груди, скажем так, на животе. Потом. А мы... Второй момент, который характерен для моей техники. То есть, я стараюсь как можно легче поднимать гири снизу, снизу, то есть, срыв довольно мощный. И третий аспект. Это акцентированная пауза внизу. То есть, вот, пожарим. Пауза. Пожарим. Что дает эта техника? Ну, как я бы и не сказал, что она лучше или хуже. Там другие, которые я сейчас продемонстрирую. Но, во-первых, может показаться, что тут гири лежат слишком низко, что, мол, это, как бы, утяжинает подъем, потому что гири там проходят большее расстояние. Ну, ничего подобного. Дело в том, что при такой... Когда вы низко опускаете, то есть, стараетесь касаться локтями, полздожной, но я не могу из-за живота, упирая в живот, гиря лежит на предплечье, ну, на плече, на предплечье, и эта вся конструкция упирается в оклон живот, или в полздожную кость. То есть, плечевой пояс, мышцы лук, они абсолютно, как бы, не поддаются нагрузке. Поэтому, это вам позволяет с такого положения развить максимально вот это взрывное усилие. То есть, о чем я говорил, что я стараюсь их как... со старта поднимать как можно резче. Вот. Поскольку, если руки будут чуть нагружены, вот, при стойке с груди, вы уже не сможете так резко подорвать, подорвать, поскольку у вас уже плечи, мышцы рук, стабилизаторы, они уже включились. Потом, второй вариант, пауза, внизу. Можно увидеть, что многие люди жмут, ну, без остановки, то есть, вот в таком режиме насоса. Это, опять же, имеет место быть, это кран-шижал. Но дело в том, что под эту технику, как раз подходит пауза, поскольку в таком режиме без остановки вы не сможете развить вот этого самого взрывного усилия. Когда вы останавливаете ги, вот они, руки у вас внизу ослабляются, у вас появляется шанс вот именно сгенерировать вот этот импульс. Тоже в режиме лежа. Вот вы можете смотреть, некоторые люди так силой просто касаются грифом штанги груди, там фиксируют, то есть, им дают команду жив, и они ждут. Другие люди тоже опускают, но они как бы, ну, ложат гриф штанги, то есть, немного протаривают, им дают команду жив, и они вот, благодаря тому, что у них руки немного расслаблены, они вот как раз и генерируют такой импульс. Так, это касательно моей техники, то есть, три аспекта. Это пауза внизу, это взрыв внизу максимальный, вот, и то, что мы низко опускаем, то, что вбираемся локоть, вбираемся ниже вбраца, либо в пояс, либо в ползовную в пояс, кому как позволяет его антропометрия. В общем, такой способ жима. Теперь рассмотрим другие способы. Есть такой, ну, способ, распространенный этажим с грудью. То есть, мы, вот, у нас, обратите внимание, локоть, он не касается корпуса, он выходит. Вот, гир, как бы, чуть выше разжат, но из такой стойки у нас идет нагрузка на плечевой курс, руки немного задействованы, поэтому из такой стойки, то есть, уже будет небольшая нагрузка на руки, и вы не сможете развивать такого резкого усилия. Ну, с другой стороны, как видно, гир лежат выше, то есть, хозяин барин, как хотите. Вот, какая техника больше вам подходит. Так, третий вариант техники, это я ее тоже, как бы, раньше использовал, это жим по сторонам, то есть, как бы, вот, с груди, как бы, жим, вот мы просто разводим руки в стороны, гир у нас, ручки смотрят вверх, вот, и мы жмем, только тут, как бы, фишка в том, что мы должны жать без остановки насоса, поскольку, у нас получается, вес гир, ну, конечно, на дельте немного лежит гир, но все равно, то есть, мы почти держим без гири на руках, на весу, поэтому, если мы тут будем отдыхать, руки у нас забьются, и все, то есть, это такой жим, скажем так, больше, ну, характерен, ну, тяжелая гиря, тоже так можно жать, но лучше жать, например, вот, 32-ки, мне там, 40-кухи, скажем, такой техники, что позволяет, как бы, сделать и большое количество повторов, и, как бы, очень хорошо проработать плечевой порос, но, как-то, я, тоже, в такой технике, жал, и тяжелая гиря, то есть, тут, как бы, преимущество, перед, тем, как гиря на груди лежат, в том, что у вас, гиря уже развернут, то есть, вам не надо, вот, такого движения, раздрожить, вот так, вам приходится, вот, раскрывать гиря, то есть, сделать дополнительный, как бы, тратить силы, с этого положения, ручки вверх смотрят уже, то есть, все, в принципе, тут только одна дорога, вот, вот, техника, как я говорил, я ее раньше использовал, то есть, она удобная, она мощная, дает развитие, как сила, то есть, вот этот, именно чувствуется, такой, ну, накапливается, такая энергия, после таких жимов, то есть, без остановки, ну, в принципе, хорошая техника, ну, а я, как говорится, перешел уже, пока на такую вот, более, скажем, экономную, и, четвертый вариант техники, это жим-склечь, то есть, мы ставим, гири на тендовидные мышцы, ручки вверх у нас смотрят, под небольшим углом, гиря, ну, не так вот, вот так, вот, это, тоже многие могут сказать, что там была эта фигня, короче, потому что гиря на плечах стоит, что там ее сжать, но на самом деле, не все так просто, давайте разберем, смотрите, в каком положении у нас плечо находится, то есть, в принципе, дельта тут еще работает, но как бы уже не в полную силу, с другой стороны, предплечье у нас тоже под углом, непрямым, то есть, мы, как бы, не можем нормально включить трицепс, такой жим, как бы, ну, чтобы выполнять такой жим, надо немного вкручать, есть статический, то есть, вариант, мы когда, вот стартовая, у нас неудобная стартовая, то есть, нам надо как-то хоть чуть-чуть приподнять дерево, поэтому мы отклоняемся назад, так упираемся руками, такое полувыкручивание получается, и когда у нас уже трицепс, и дельта уже вышли, как бы, в такое положение нажима, мы, опа, и поднимаем, этот, это опять же техника не лучше, не хуже, экспериментируйте, может, кто-то найдет для себя такую технику, может, кому-то сплит больше понравится, но, ну, задача такая, скажем, поднять гири над головой, все совершенно просто, итак, специально для зрителей канала Атлетизм, попробуем, так сказать, в конце моего разбора, показать, практически, так сказать, выход, вот, две гири по 56 килограмм, сейчас попробуем, ну, показать, как моя техника работает, мелодь, отлично, смотрите, все же, это, 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 я щипаю Так, взвисываем снаряда. Ну, в общем, спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Игоря, на мой канал тоже подписывайтесь. Всем удачи и силушки богатырской. Всем пока.